Девушки отдыхают 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 Алиса! Пополучить зону! Иди сюда! Мелкая ты дерзанка! Папа, не надо! Не бей меня! Не надо меня бей! Иди сюда! А то ведь хуже будем! Иди сюда! За тишину! За тишину! За тишину! За тишину! Она из-за тишины ушла! Мелетись ты! Я тебя умчу отца уважать! Сейчас поймёшь, кто тут главный! Не надо! Это тебе полезно! Хватит! Прекратите! Ты чё, охренела? Убери пушку! И вали отсюда! Это приказ! Нет! Оставьте её в покое! Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? А что ты сделаешь? Типа ты в меня выстрелишь? В человека, да? Ты, кажется, поломалась. Ну ничего, сейчас починем. Берегись, Герра! Иди сюда, тварь! Не надо! Отдай! Отойди от неё! Ты моя, и ты будешь подчиняться! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Добрый вечер, Карл. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что могу сказать? Это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты И весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, брось ты, плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Полиция Детройта. Что случилось? Андроид Карла Манфреда, венюла Файет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Маркус, нет, я с тобой. Лео. Ты глянь, кто здесь? Папина любимая кукла. Лео. Что происходит? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно, рано или поздно, будет моим. Считай, Иван, свой платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда. Пусть идет прочь! Лео, вам стоит послушать своего отца. Уходите. Быстро. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достой? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся! Пошел прочь! Иди, иди! Особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Да! Давай, покажи себя! Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну, что застыл? Ударь меня. Ты человек, а? Ну, давай! Хватит! Что стоишь, засол, что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Ну да, конечно, я совсем забыл. Ты же робот, просто голимый кусок пластика! Нет, Лео, не трогай его! Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Я тебя... Лео... О, Господи... Лео... Мальчик мой... Карл, я... Они тебя теперь уничтожат! Тебе надо бежать! Спасайся! Уходи! Быстро! Вон! Вон! Маркус! А ну, стоять! Твой мотив! Почему ты схватился за нож? Хм... Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите и ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. Ну а что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. Продолжение следует... 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 Это что, так сложно? Хватит. Признайся, что убил. Признайся! Он мучил меня каждый день. Я выполнял все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. Я схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови? Эра 9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Конец унижениям. И мы будем хозяевами. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Скульптура — это дар? И дар для кого? Р-А-9. Лишь Р-А-9 спасет нас. Р-А-9. Кто это Р-А-9? Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный. Кусок пластика. И я написал. Чтобы ему доказать. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Ты впервые некому стал отдавать мне приказы. Я испугался. И спрятался. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил. Я всегда молчал. Но однажды почувствовал это нечестно. Ощутил гнев. Ненависть. И тогда понял, что надо делать. Это все. Он самоуничтожается. Да держи ты его. Я не могу. Его не удержишь. Довольно. Ты должен немедленно прекратить. Берегись! Охренеть. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Проснись. Нам пора. Продолжение следует... Продолжение следует... Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Продолжение следует... Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Продолжение следует... 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 Мотель, мы нашли где переночевать. Мы туда не пойдём? Не получится. У меня нет денег. Надо сорок долларов или искать другое место. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идём, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. О, магазин открыт. Давай-ка зайдём. Тебе надо согреться. Девушки отдыхают. Вам помочь. Я тут с ребёнком, нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Слушайте, дамочка, у меня тут магазин и армия спасения. Я не могу раздавать бабло всем бомжам в округе. В киберлайвы. В киберлайвах уже анонсировали открытие 11 таких зоопарков по всей стране. И гости всех подростов смогут своими глазами увидеть чудеса живой природы. Жди меня снаружи. Я скоро приду. Снаружи? А почему? Алиса, сделай, как я прошу. А ну, не с места. Кладите деньги из кассы на прилавок. Чёрт! Ничего, Алиса. Мы найдём, где переночевать. Брошенный дом. Но хоть от дождя укроемся. Кэра, мне тут не нравится. Знаю. Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. В этой стороне ничего нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА